Здравствуйте, дорогие друзья! Здесь вы можете наблюдать последствия 8 марта, букеты лилии, хризантем. Но, надо признаться, никто мне не подарил ни одной орхидеи на 8 марта. Ну, не дарят мне в семье орхидеи. Видимо, у них в голове не укладывается, как можно дарить, когда их и так много. Но речь сегодня пойдет об очень скромно выглядящей группе моих орхидей, катосетумы и их родственники. И, предупреждаю сразу, видео скорее грустное, чем позитивное. Помните моего красавца Розал Дазал? Он свел в октябре, свел в ноябре. У него было 5 бульб, и свел он двумя цветоносами. И свел он женскими цветами 2 года назад, похожими на мотоциклетные шлемы. И вот это цветение, как лебединой песни, которую он спел 4 месяца назад, и больше его нет с нами. А что с ним стало? Все 5 бульб у него сгнили за последний месяц. Все случилось очень быстро, я даже не успела зафотографировать. И этот процесс происходил так же, как вот и на этом цикнодисе. Это гибрид Катерин Бергер на цикнодис Варшевский. Знаете, тот цветок, который цветет, как зеленый лебедь. Это его цветение 2 года назад, в 2018 году он не цвел. И если вы обратите внимание на эту бульбу, посмотрите, какая она мягкая, и при надавливании из нее вытекает жидкость. Все мои орхидеи из группы морковок отправились на покой в конце зимы. Но некоторые ушли на такой глубокий покой, который перерос в кому. И из этой комы они уже не пришли в сознание, и я их потеряла. Под большим вопросом, если останется с нами вот этот цикнодис, если вот эта инфекция или непонятно что из этой мягкой бульбы не перекинется на самую последнюю. Я очень сильно расстроена. Терять орхидеи после того, когда они прожили в моем уходе по 3 года, очень грустно и обидно. Почему размягчается бульба и гниет в период покоя? Эту тему я обсуждала с моей подругой Кирой из Калифорнии, с Леночкой Шиловой из Канады, со Светланой Вайсбергер из Германии, и также Лена Шилова писала письмо Фредду Кларку и задавала ему вопросы. Почему? В двух словах, группа катосетумов и их родственников, интересный вид орхидеи, которые растут 6 месяцев, цветут и после цветения уходят на 4-5 месяцев покой. Когда можно положить их в коробку из-под обуви, задвинуть их под кровать, им не нужен свет, им не нужен полив, и в 7 месяцев они не занимают места на вашем подоконнике. Следующий катосетум я вам хочу показать. Вот этот облак Айс, черные глаза, этот уже проявляет признаки жизни, он проснулся, у него вот где-то здесь, да, показался новый рост. Он не отправлялся на зимовку в мой холодный гараж, как два предыдущих. Да, свои катосетумы я отнесла в гараж, потому что температура там была в районе 13 градусов. Грейс Дан тоже зимовала в гараже. Эта орхидея цвела в моем уходе. Она еще не вернулась из периода покоя, но прохладные температуры гаража она перенесла великолепно. Когда в январе-феврале у нас случилось несколько дней похолодания за окном минус 22 по Цельсию, я совершенно забыла, что мои катосетумы были в гараже. Какая там была температура, кто знает, может быть 5 градусов тепла, может быть 6. Но посмотрите, какие упругие бульбы у клавесии. К выращиванию катосетумов я как-то разочарована сама в себе. Вот посмотрите, последняя бульба, которая вся еще в шелухе, она не выросла больше предыдущей. Вроде бы легкая орхидея в уходе. Пои и корми, как на убой летом, и оставь ее в покое зимой. Но что-то у меня они не получаются. И мне ничуть не стыдно в этом признаться. Я буду продолжать, как говорится, тренироваться и практиковаться. Также у меня никак не получается Малиньара Миллениум Мэджик. Два года назад вон какая бульба была куплена, а потом с каждым годом все меньше и меньше. Вот здесь видны срезы. Я удаляла мягкие бульбы еще и в прошлом году. Когда я вовсе не хранила их в холодном гараже, тогда почему они гниют? Вот эта клавесия цвела у меня вот так. Это Ребекка Норсен. И вот все, что от нее осталось, мягкая разлагающаяся бульбочка. Все, ее тоже больше нет с нами. Вот в таких случаях у меня руки опускаются. Что я делаю? Я тогда иду, беру здоровое, сильное растение, которое растет и цветет. Это Амалия Савва. Ее цветение в декабре. Два месяца отдохнула. И в феврале уже показала новый побег. Он быстрый рос. Это конец февраля. И в начале марта я уже взобновила полив, когда растение показало 4 или 5 листочков. И его рост достиг, ну, хороших 15 см. Корни ушли глубоко в мох. И на сегодняшний день это самый здоровый из моих катосетумов. Мой вопрос, почему я потеряла 2 и, возможно, потеряю скоро и 3. Ошибкой было отнести их в прохладный гараж и оставить на реально холодные дни, когда температура однозначно упала ниже 10 градусов по Цельсию, так как они не любят находиться ниже, чем 15. Но не все же размягчили бульбы. Вот этот тоже там был. Кира выдвинула версию, что мы затягиваем остановку полива катосетумов. Не надо дожидаться, когда отвалится последний листочек. А когда растение начало терять уже первые листочки, тогда надо конкретно снижать полив и полностью перекрывать кран, когда растение скинуло несколько листьев. Вот в таком возрасте этой юной бульбы можно начинать полив, не боясь потерять молодые корни. С этой группой орхидеи я не хочу сдаваться и буду продолжать свои эксперименты, свои наблюдения и буду документировать каждую орхидею, конкретно когда я остановила полив и при каких температурных условиях они у меня зимовали. От Фреда Кларка мы не получили вразумительной причины, почему сгнили бульбы от низкой температуры, от перелива или от недолива. И мне очень грустно осознавать, что именно я явилась причиной гибели растения. Мой неуклюжий уход. Последнее время что-то очень много напастей на мою орхидейную коллекцию. Орхидейная карма бьет меня наотмашь. Я попрощалась со своей цветунья с кассендой с аксамаран голд, которая цвела 8 из 12 месяцев в году. Вот так она сгнила за один месяц. Я даже не успела моргнуть глазом. Моя цветунья Робертс Дилайт, вот эта малиновая ванда, сейчас находится в таком состоянии, что я, наверное, ее тоже потеряю. И у нее пропадают корни. На срезе видно вот этот какой-то рубиновый оттенок. Ира из Греции сказала, что она уже не жилец. Я говорю, Кира, она листья сбрасывает один за одним, желтит и сбрасывает. Кира говорит, это конец. Знаете, я могу понять, когда я получаю больное растение от поставщика, да, и оно у меня погибает. Я могу это понять. Но после того, когда это растение у меня счастливо прожило 3 года, цвело много раз, терять. Почему? Орхидейное хобби – это взлеты и падения. С годами, со стажем, падений, конечно, становится меньше, но они продолжают случаться. Я еще далеко не в том статусе, когда их меньше. Марина из Кривого Рога, канал Орхидушки и мы, выдвинула предположение, что у меня происходят такие неприятные вещи, потому что я поменяла условия ухода. Были они у меня в теплице, я их перенесла в комнату. Поменяла им условия, а с уходом, скорее всего, не справилась. Я благодарна ей за поддержку, моим девчонкам-подписчицам, Лене, Шиловой, Кирочке, девчонке. Со всеми случаются такие вещи. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Кто не выращивает орхи, тот их не теряет. У нас в клубе даже ходит такая шутка-прибаутка, когда спрашивают, ты сколько орх убил? Ну, 10, а, ты еще зеленый, как говорится, и жизни еще не видел. Вот потеряешь полтинник, приходи, тогда поговорим. Никому не желаю терять растения, но никто от этого не застрахован. Давайте учиться реагировать на это спокойнее и поддерживать друг друга. Спасибо, друзья, что были со мной. Здоровья вам и здоровья вашим растениям. Пока-пока.